Всем добрый вечер. 12-13 октября в Тимиртау пришли очередные игры в рамках розыгрыша открытого чемпионата Республики Казахстан по хоккею Шайды между командами Арестан Тимиртау и Бейбориса Терауа. Мы начинаем пресс-конференцию с участием главных трениров команды. Стартера залов предоставляется главным тренером хоккейного куберния Борис и 100 минут Александр Анатольевич. Результатом, конечно, доволен. В общем-то, две игры выиграть у такого соперника. Тем более, гостя, я считаю, что показали хорошую игру. В общем-то, вчера 2-0 проигрывали. Наверное, не ожидали, может быть. Ну, хотя и ребят предупреждал, что команда совершенно другая в последующем сезоне. Мы считаем, и усилилась, и игроки другие. В общем-то, и подготовка совершенно другая. То есть команда старается играть и в игрок сильной, и в хоккей. И очень аккуратно в средней зоне, в обороне. Два ненужных, в общем-то, удаления. Первое привели к двум пропущенным шайбам, хотя удаление, конечно, не значит, что было. Но очень здорово сыграл игроки команды «Аростанк», когда, в общем-то, и вратарями взяли, и они очень четко разыграли, забили два гола. Пришлось, наверное, поговорить маленько с ребятами в перерыве, потому что так нельзя начинать игру. В общем-то, ну и извинители темп, в общем-то, молодцы, что переломили ход игры, забили три гола, хотя, в общем-то, и пропустили. Тоже, опять же, в меньшинстве третьей, ну, в третьем периоде забили гол, в общем-то, ну, я считаю, уверен, давили игру до победы. С минимальной, я бы так сказал, с минимальной разницей. Сегодня то же самое, видите, то же самое, два ненужных удаления, опять пропущенные голы, и приходится по-новому все начинать, знаете, перелопачиваться. И, видимо, да ладно, так что, в общем-то, ну, забили в свое время, сравняли еще, в общем-то, и забили. В первом периоде четыре гола, ну, так сказать, конечно, в общем-то, при таком счете тяжело, наверное, отыгрываться. Я бы так сказал, потому что, ну, нужно находить в себе силы, и для того, чтобы, в общем-то, какие-то что-то создавать. Команда «Арстан» старалась, в общем-то, до последней минуты что-то сделать, ну, не получилось. Ну, и, в общем-то, забили два гола, в контратаке забили. И довели тоже игру до победы. Ну, наверное, я считаю, что хорошие игры, при таком количестве людей, очень приятно играть. Очень приятная, хорошая команда «Арстан». Еще раз повторю, что в сравнении с прошлым сезоном и состав изменился, и я считаю, что и команда, и сам уровень игры изменился. Ну, а результат, конечно, всякое бывает. Спорт, в конце концов, и, конечно, никто, наверное, не ожидал, что будет 1-6. Поэтому результатом доволен, и, в общем-то, надо какие-то моменты поправлять, потому что тоже, к сожалению, достаточное количество ошибок, которые нужно убирать. Слово предоставляется главным тренером хоккейного клуба «Арстан» Иван Вячеслав Макарович. В первую очередь, я хотел поздравить коллегу с двумя победами. Ну, по играм, что бы хотелось бы сказать. Вчера начали, в первый период как бы 2-0 повели, выполняли установку тренера. Во втором периоде начали как-то анархично относиться к своим игровым обязанностям, что и следовало ожидать. Потеряли нить игры, дали сопернику поймать игру. Результат вчерашнего дня. Сегодня, вчера у нас получил еще травму, 2 человеков. Сегодня на состав, в состав тоже приходилось делать новых игроков, водить. Вроде с желанием, с настроем вышел. Но сегодня хочу сказать, что неуверенная игра Столетова, Артем, дала свои результаты. Первый угол, после броска перед собой, там где-то, и второй угол, вот как раз на линии, там чуть дальше. Неуверенная игра вратаря, как бы сказалось, на неуверенной игре команды, где более-менее начали переживать за оборону, за этот результат 1-6. Есть материал для работы. В принципе, еще все впереди, чемпионат весь впереди. Будем принимать какие-то решения, возможно, будем где-то усиливаться. Я думаю, во вратарской линии будем сейчас усиливать. Ищем варианты, рассматриваем предложения. Где-то в защите. Я думаю, что еще подъедут ряд игроков. Посмотрим сейчас. Вопрос. Почему вы там на этом все как-то, что стреляете? Смысл, не смысл. Я думал, что не то, что я думал, а все-таки думали, что пусть отрабатывают свои деньги, свое предназначение. Предназначение. Начало, Паша. Наслава Викторовичу. Наслава Викторовичу. Скажите, пожалуйста. Максим Жабонин, мы ждали, мы все это на своем цене века. Вы обсуждали, в интернете, на телевидении ждали. Почему мы не видели? Ну, пока, надо сказать, в общем-то, есть игроки, пока он состав не пробивается. Так, говорим, как есть. Но нужно очень много работать для того, чтобы упасть в состав. И еще такой вопрос. Вчера, после первого периода, если не секрет, что вы играли в своих игроках? Что совсем другая команда в вышлом игроков? Ну, почему-то не другая, может быть, где-то я тоже в первом, где-то не ожидали такого. Ну, потому что такой играет соперник. Просто начали, наверное, играть в свою игру. Ну, просто ребят просел, поговорили, что... Ну, и... Просто взвинтили тэп, наверное, ну, на самом деле, в первом периоде мы не совсем удачно отыграли. Ну, вот так, о чем поговорить. Сказал, что нужно играть лучше. Ну, вот, получается, у нас второй период. В третьем же, в принципе, как бы наша команда оборотов не управляла, по физике вам не уступала. За счет чего-то получили, думаю, вот так вот слова наши. Когда? Сегодня-то вчера? Ну, сегодня-то вчера. Ну, сегодня, как бы понятно. Это вчера, опять же, ну, видите, команда, команда, мы удачно забили голову. В общем-то, конечно, где-то разрушать, может быть, проще, чем создавать. И я не думаю, что у вас там настолько сил, чтобы в общем-то играть так же, как в третьем периоде, как в первом. Конечно, сил уже нет, в общем-то, и у них ничего нет. Ну, по большому счету, они ничего и не создали. Я говорю, как есть, вчера, в третий период. Но это говорит от того, что, ну, от недостатка, может быть, где-то физических сил. Потому что нельзя играть постоянно активно, нельзя постоянно играть долей. Нам мы стали попроще играть, сопрождаться раньше. Шайбу, вводить шайбу в зону, где-то контролировать шайбу. А бегать, постоянно отбирать шайбу тоже очень сильное, очень много нужно. В этом, я считаю, может быть, за счет, ну, такой игры, где-то, ну, раздумной. Хотя не совсем, я не говорю, что мы там так. Но, по крайней мере, мы старались играть так, на сохранение счета, и нам это, в общем-то, удалось. Следующий вопрос. Простите, Александр Андреевич. Сегодня в вашей команде одним из лучших был владелец Еремеев. В прошлом году выступающий в команде «Арганья». Вы его приглашали в команду, вы выбрали, или он сам на процессы играть заберевали свои девицы? Ну, был просто момент, я не знаю, что случилось в команде «Сарарка». Просто созвонились, я на турнире, еще кубок Казахстана, когда был. То есть, его, видимо, уже освобождали, то есть, с ним переговорили, он сам позвонил. Ну, в общем-то, известно, желание играть в нашей команде. Мы, конечно, с удовольствием, в общем-то, хотели бы увидеть кого-то, ну, такого игрока в нашей команде. Я считаю, что это очень, ну, такое хорошее приобретение. Хотя, я считаю, он может играть еще лучше. Спасибо. Еще вопрос такой. По большому счету, каждая игра, знаете, я не скажу, что там, вот, все команды, которые сейчас там, ну, вот, играем, ну, исключаем, конечно, наверное, Воскриминогорск, там, ну, потом Борис, конечно, без усиления не могут составлять определенную конкуренцию. То есть, остальные-то команды, я не скажу, что, все, в общем-то, президенты на медаль. Что тут ждуть? Ну, во-первых, нужно свою игру где-то находить, играть более разумно, более правильно, более продуктивно. То есть, ну, с каждой игрой, тем более, в общем, хотелось бы тоже на континентальном кубке выступить на, не в первом туре вылетии, как в прошлом году, примерно, ну, Сара Аркас играла, хотелось бы удачно пройти. Конечно, хотя, ну, вот эти игры, они как экзамен нам перед континентальным кубком, поэтому, что я жду, жду хорошие игры и правильные игры. Будем правильно играть, будет в результате. Спасибо, Воскриминский вопрос. В этом году в команде председателях в континентальном кубке, есть ли перспективы, то есть, пройти первые рамки? Конечно, мы ставим перед собой задачу, в общем-то, пройти первый этап. Как это получится, это другой момент. Конечно, хотелось бы, в общем-то, команда, которая представляет из Казахстана, на европейском множестве, сыграть как можно лучше. И показать хороший хоккей, в общем-то, потому что мы представляем весь страну, представляем, что, в конце концов, не только клуб Бейборусс, правильно? Поэтому, задача номер один, это пройти следующий круг. У меня вопрос. Перед тем, как френировать Бейборусс, вы металлоксеров френировали, да, насколько я знаю, если не ошибаюсь. А сколько ли, какие успехи там были? Ну, может быть, не было каких-то особых каких-то таких, где-то, 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 но, вы знаете, как говорите, в это, какой, то есть, какой, то есть, чем ты комплектуешься, в общем-то, какие финансовые твои условия. По крайней мере, в флоу-офф мы всегда попадали, и команда считалась таким средним, хорошим середняком, которая, ну, могла обогреть любого сомер. Я считаю, что у нас очень хорошая команда была. Несмотря на то, что у нас не было, может быть, игроков очень высокого уровня, но команда всегда показывала очень хороший и стабильный хоккей. Сколько лет проработал? Я проработал в СИЖОЕ 4 года главным тренером и 6 лет помощником. Еще вопрос. Пошла себе вопрос. Вам не кажется, что Арестан немного не доработал в психологическом подглаве, и да, не скажу, что это маленькое объяснение? Да, в психологическом настраивании с наиболее не думаю, что. Просто единственный ряд обстоятельств, которые он где-то надломил уже в игре, желание у ребят было. Единственное, что не хватало, может быть, где-то мастерства, охладной крови. Разум, я говорю, что еще, как бы, я думаю, что на них повлияло то, что неуверенная игра вратаря. Травмировал, да, человек, игроков, наверное, тоже? Нет, ну, конечно, я говорю, что у нас три основных центральных травмированы, крайне нападающие. Раз, три, следующие. Слезем, чемпионат, это все. Ничего, это хоккей, травмы, да, у него же нет. У нас тоже травмы, у нас тоже понимание. Надо работать. Слав Халыч, а что у нас тут с травмированием, с донатом, с кумиляусом, с кумиляусом? Лечит. Лечит. Просто вас интересует за вопрос, что именно? Ну, я не доктор, я не знаю, вроде как бы не сильно, у Тадоса там что-то с коленом связка, у Доната, наоборот, у Доната с коленом Тадоса. Плечо, вроде уже, Паша Готов, надрыв связок плечевых. Лечится. Будем ждать в строю. Александр Анатольевич, вам предлагали стать главным тренером молодежной сборной Казахстана. Почему? Ну, во-первых, нужно знать, я бы так сказал, ну, всех молодых хоккеистов, все, знаете, не обладая, в общем, такой информацией, ну, не хотелось бы бывать на себя в такую ответственность. Все интересно, конечно, будем поработать. Нужно, еще раз повторяю, нужно знать этих ребят, кто нас, кто на что способен, в общем-то. Ну, и в клубные какие-то моменты, в клубном классе тоже играет немаловарный народ, поэтому. Вячеслав Пахович, вам тоже предлагали. Почему ваш? Честно, мне никто не предлагал. А представь, Мишель, что вот он, мы же пишем, а не только чай. Ну, официального такого договора приглашения, я бы не знаю, не было. Это в клубарах, да, были какие-то разговоры, ну, но такого, я бы не знаю. Он за мной человек пишет, и он свое личное мнение выдает за мнение общественности, почему. Поэтому давайте к этому относиться просто, ну, как, только поаккуратнее. То, что пишут, иногда не совсем правда. Разговоры в этом, да. Продолжение следует...